Добрый вечер, друзья! Меня зовут Ларина Валерия. Буквально несколько слов о себе, почему я с вами. Я консультант, тренер. В последнее время я все больше специализируюсь на программах, которые связаны с развитием личностных компетенций. Стрессоустойчивость это личностная компетенция. Я психолог, я гештальт-терапевт. С вами я для того, чтобы провести мастер-класс на тему «Возможно ли жизнь без стресса?». Антон мне сказал, что когда производилась рассылка, кто-то прислал ответное письмо «Невозможно». На самом деле ответ действительно очевиден, потому что представить себе жизнь вне препятствий, вне потрясений каких-то, правда, невозможно. Как, собственно говоря, и наоборот, представить себе жизнь человека, которая состоит только из препятствий, только из потрясений. Вообще социальные психологи считают, что в России сейчас отражен больше, к сожалению, второй путь. Но мы же с вами до сих пор живы. Сегодняшний мастер-класс посвящен двум целям. Вот первая цель, судя по тому, сколько людей собралось, она, наверное, уже решена. Во-первых, меня приятно удивило, что очень много молодых людей откликнулись по данной рассылке. Первая цель – это обратить внимание на то, что данная тема, она очень актуальна для сегодняшней жизни, для того, чтобы сохранять качество жизни. В условиях таких нагрузок, в условиях такого темпа жизни, в условиях развития событий, как это сейчас происходит, действительно крайне важно обратить внимание на данную тему. И второй момент, это что является целью нашего мастер-класса сегодня? Предоставить вам информацию о том, как происходит развитие стрессовой картины у человека. И более того, чтобы каждый из вас сегодня индивидуально, благодаря определенной методологии, о которой я тоже скажу дополнительно, смог проследить, а есть ли у вас признаки стресса или их нет. И очень порадоваться, когда вы отсюда выйдете. Итак, мы с вами приступаем. Стресс. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого само по себе слово. Стресс. Ну, конечно, по-разному можно произнести. Стресс вызывают какие-то, ну, не очень приятные ассоциации, реакции. Вообще таких немного. Ну так, я думаю, что подумаете, подумаете, все-таки решите, что что-то как-то все-таки не очень приятные ассоциации. 1932 год. Селье, психофизиолог, ввел данный термин. Селье определил это понятие, как реакцию, адаптацию организма человека на воздействие каких-то травмирующих факторов из внешней среды. Само по себе определение очень нейтрально. То есть оно не плохое, оно не хорошее. Если обратить внимание на перевод слова стресс, нажим, вообще нужно сказать, что само слово стресс, оно, ой, из каких далеких времен, это еще из времен инквизиции, когда стресс подразумевался, как физическое и психологическое давление. Представляете, цивилизация развивается очень активно, а психологического давления на человека меньше не становится. Правильно? Ну, не больше, не меньше. Мы не знаем, как это было раньше, но давление действительно есть. И поэтому действительно важно разобраться, как с этим быть, как это профилактировать, как снимать эти реакции стрессовые и как вообще выходить из этого состояния. Мне хотелось бы развести два понятия – стресс и эмоциональное выгорание, потому что очень часто идет смешение этих понятий. Вот если говорить об эмоциональном выгорании, то в России в 70-х годах, появилось направление, психологическое направление по изучению состояния людей, особенно профессиональное состояние людей, которое было связано с таким эмоциональным опустошением. Стали поступать многочисленные жалобы на сотрудников медицинских, служб, на педагогов, как раз именно связанных с неадекватным реагированием этих профессионалов в какой-то профессиональной ситуации. И вот сформировался этот термин, который назвался «выгорание», который был связан и подразумевает под собой именно эмоциональную опустошенность, когда человек перестает гореть, и когда происходит выгорание даже личности, когда никаких ни желаний, ни целей у человека нет. Вообще вот этот вот феномен отражает очень хорошо фраза, что ничто на человека не действует так травматично, как другой человек. И вот эмоциональное выгорание, термин, это по сути производная, это, так скажем, некая разновидность болезней стресса. Сегодня мне хотелось бы предоставить для вас информацию, для кого-то знакомую, кто-то расширит свою картину, о том, как развиваются вот эти вот стадии эмоционального выгорания, для того, чтобы уже более осознанно относиться к тем признакам, которые вы можете у себя наблюдать. Вообще, что касается признаков стресса, ну вот назовите мне какие-нибудь признаки, по которым вы бы вот судили, что ой, какой-то там стресс есть или стресса нет. Какие признаки? Апатия. Апатия, когда человек уже ничего не хочет. Еще какие? А? Тревога. Тревога. Точно, признак стресса, как тревога, беспокойство, даже вроде бы непонятно, с чем они связаны, но они есть. Плохой сон. Плохой сон, видите, все знаете. Так, и я думаю, что мы сейчас еще, 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 еще и насобираем еще много этих таких признаков. Фаза эмоционального выгорания. Итак, первая фаза. Стартовая фаза. Она называется напряжение и потери психической энергии. Вот дальше вы видите такой симптомы. Я никак не могла этого слова избежать, поскольку я не могу противоречить авторам, первоисточнику разработки данных фаз. Поэтому это, по сути, признаки. Итак, самый первый симптом. Переживание психотравмирующих обстоятельств. Вы знаете, то, что я сейчас вижу на тренингах, на многочисленных тренингах, что на людей влияет очень много психотравмирующих обстоятельств. Я сейчас приведу, ну, примеры, вот самые такие жизненные, может быть, последние. Подходит мне женщина на тренинг и говорит, Валерия, как мне быть? Я переехала из Казахстана. В Казахстане я имела определенный уровень, статус, профессию. Вынужденный переезд, совершенно не могу адаптироваться к Екатерине. Я потеряла себя, я потеряла профессию, я потеряла статус. Я не могу себя найти в жизни. Первый пример. Второй пример. Подходит женщина, опять же, на тренинги и говорит о том, что она очень долго выбирала работу. Очень долго. Она это делала скрупулезно, она ходила на множество собеседований, и она сделала свой выбор. Но когда она пришла на работу в новое предприятие, оказалось, что на эту должность претендовал уже какой-то другой сотрудник. И буквально возник некий террор. Саботаж, сопротивление. И она вот находится в этом состоянии уже на протяжении месяца. То есть смотрите, человек попадает в состояние, когда на него воздействуют какие-то стресс-факторы, какие-то травмирующие обстоятельства жизни. Смотрим дальше, как развивается эта картина. Неудовлетворенность с собой. Вот то, что я вам сейчас какие-то примеры произнесла, но это только два примера, а их сколько? Человек сталкивается с такими ситуациями, и он не всегда находит понимание, как с ними справиться. Он вроде бы что-то делает, он вроде бы что-то пробует для того, чтобы из них выйти, но не получается. И тогда, конечно, у него начинается процесс неких самообвинений, он недоволен, то, как у него это получается. И начинает накапливаться неудовлетворенность с собой. Симптом, который называется загнанность в клетку. То есть вы видите, что они, так знаете, как развиваются по нарастающей, что называется. Более глубокий симптом, который проявляется в следующем. Человек не видит пути решения изменения этой ситуации. Таких примеров масса. Если, например, заболел ребёнок, какая-то очень сложная болезнь, какие пути решения. То есть действительно человек находится под властью, под давлением этих обстоятельств, но как изменить, как решить эту ситуацию быстро, сразу, он не находит. И действительно появляется такое ощущение, когда человек себя чувствует загнанным, он не знает, что делать, он не знает, какой выбор сделать. И после этого, как вы только что сказали, появляется вот это чувство постоянной тревоги, беспокойства, что-то не так. И это всё сопровождается какими-то там тоже дополнительными симптомами. Итак, это первая фаза. Следующая фаза – это сопротивление нарастающему стрессу. Слава Богу, нас природа наделила просто умением сопротивляться. Когда на нас воздействуют разные психотравмирующие обстоятельства, человек защищается, организм защищается. Чаще всего это происходит на уровне биологии. Мы с вами чуть попозже про это, думаю, что успеем поговорить. И в чём заключается, собственно говоря, это сопротивление? Симптом первый – неадекватное эмоциональное реагирование. Вы знаете, примеров масса. Вы сталкиваетесь с этими примерами постоянно. Вот если, например, посмотреть специалиста, который работает в какой-то интенсивной контактной зоне, через которого проходит очень много людей. Недавно читала отчёты, знаете, это называется «Тайные покупатели». Тайный покупатель пишет. Возникли проблемы с тарифным планом. Не понимаю, куда списываются мои средства. Прихожу в центр обслуживания для того, чтобы прояснить ситуацию. Молодой человек, консультант. И дальше написана дословно фраза. Отвечает по сути, но как-то огрызительно. Пример второй. Ну, тоже приведу сразу же, потому что это очень много. Просто считываешь как раз из таких отчётов. Пришла рассылка, новая коллекция. Пишет женщина, я очень люблю новые коллекции. Прихожу в салон, и меня встречает унылая продавец по фамилии Куция. Вы знаете, вот буквально просто несколько примеров. Я могу сказать следующее, что по результатам многочисленных исследований больше всего вроде бы подвержены эмоциональному выгоранию. Как вы считаете, люди каких профессий? Ну вот, смотрите, большинство произнесло, что именно контактная зона. Ну и руководители. Вы знаете, очень интересно. Что по результатам исследований больше всего эмоциональному выгоранию подвержены люди, профессия которых связана как раз в неконтактной зоне. Это люди, которые работают на производстве, например, на конвейере. Представляете? То есть одна и та же механика, одни и те же действия. Нет возможности энергетического обмена, энергетического пополнения. То есть по идее их это касается больше. Ну что же тогда происходит, например, с сотрудниками контактной зоны? Да работа превращается в конвейер. Согласны? Работа превращается в конвейер, в некую механику. И действительно начинает происходить, и ведь, конечно, много психотравмирующих обстоятельств. У меня на одной группе, не буду говорить в каком банке, вся группа их просто прорвала. Они стали говорить, что у них все клиенты больные. Все приходят лишь бы поорать, все приходят там непонятно что. Я их сидела, грустно слушала, слушала, и они, главное, так все воодушевились, они все стройным рядом, 25 человек, все утверждают, что все больные. Что это такое? Итак, неадекватная эмоция. Да. Маленький пример. Такая тоже фраза была, когда мы опрашивали наших, проводили внутреннее обучение, опрашивали наших, которые с клиентами тоже работают люди. У нас одна девушка прямо тоже так эмоция говорит. Да что вы, эти придурочные клиенты вообще в жизни никогда к нам больше не приходили? Вот то, что вы сейчас произнесли, это уже следующий симптом. Этот симптом называется эмоционально-нравственная дезориентация. То есть смотрите, ну понятно, что воздействуют какие-то факторы, но приходят там разные клиенты, они кричат, да, или как там девушка говорит, я прихожу сдавать отчет руководителя, он на меня повышает голос. Ну вот происходит некий факт, но когда дальше человек делает некое умозаключение про это, да, все больные, вот то, что мы проговорили, да, к нам бы не приходили, ну еще что-нибудь вот из этой серии. Понимаете, у нас все равно эти умозаключения зарождаются. И вот тогда, в общем-то, нужно понимать, что здесь и происходит вот эта нравственная дезориентация, потому что мы все-таки человеку-человеку-друг. А тут вроде бы установки, которые не позволяют нам быть друзьями друг к другу вот в нашей жизни. Расширение сферы экономии эмоций. Ну, я думаю, что здесь каждый из вас, ну хотя вы достаточно молодые здесь все, но может быть уже поймали, когда после рабочего дня напряженного вы приходите домой, и когда не хочется ни с кем разговаривать. Почему это происходит? А ведь бывает так, что человеку уже не хочется разговаривать, там, с детьми, с мужем, с друзьями, ходить на какие-то тусовки. То есть начинает происходить, да, вот некая такой уход, отгороженность, да, социальной среды. Потому что человек устал, у него просто уже дефицит эмоций проявляется. И следующий симптом – это редукция профессиональных обязанностей. Это уже печальный случай, который, кстати, имеет отражение вот в профессиональном плане очень часто. Когда человек находится в таком состоянии, как я уже повторюсь, он просто механически выполняет свою работу. Он избегает всяческих усилий, он избегает всяческой инициативы, да, лишь бы не трогали. Вот есть вот моя работа, всё. Почему? Да это, конечно же, реакция психологической защиты. Для того, чтобы, ну вот как-то сохранить хоть какие-то последние ресурсы. Ну и грустная третья фаза. Она называется истощение. Характеризуется падением общего энергетического тонуса. Работоспособности. И вообще, когда нервная система у человека ослаблена. Чаще всего на этой фазе, ну вот уже так вот прям, уже, ну в общем, конечно, не сюда собираются. Собираются уже в клинике неврозов, в какие-то группы определенные, где, собственно говоря, уже стоит другая задача. Как-то вот помогать себе, очень срочно выходить из таких состояний. Мы-то с вами сегодня собрались ради предупреждения всё-таки таких состояний. Итак, чем характеризуется? Первое. Нарастание симптомов эмоционального дефицита. Ко мне однажды на тренинге подошёл молодой человек и сказал, Валерия, мне вот стало просто страшно. Я говорю, почему? Он говорит, я сегодня понял, у меня нет никаких желаний, никаких целей. Меня не волнует в жизни ничего. Он произнёс это так, что мне стало вообще страшно вместе с ним. Потому что он действительно это произнёс вот так. У него вот совершенно было, это знаете, какой-то такой очень жуткий инсайт с ним произошёл, что он живёт в каком-то вакууме, нет желания. Желание – это энергия, мы с вами знаем. Следующая эмоциональная отстранённость. Ну вы видите, что это просто развитие, нарастание этой симптоматики. И третье – это психосоматические вегетативные нарушения. То есть когда у человека уже на уровне физиологии начинает возникать какая-то такая симптоматика, которая является следствием. Потому что любой стресс-фактор, он настолько мощно на биологическом уровне влияет на наш организм, он начинает выделяться, я сейчас далеко могу пойти, гормоны норадреналина, адреналин, которые сразу же начинают, поступают в кровь, повышают кровяное давление. И дальше начинается развитие совершенно такой неблагоприятной для организма картины. Ну в общем, сейчас мы так, я так это всё рассказываю, мы входим. Но нам-то с вами какая задача сегодня предстоит? Мы сегодня с вами вот прямо сейчас начнём работать с методологией Бойко. Виктор Васильевич Бойко, академик, доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии в Медицинском университете в Петербурге. И вот, собственно говоря, этой методологией мы обязаны ему. Я могу сказать, не только ему, там масса экспертов работали. Тот тест, который вы сегодня будете проходить, он является высоко валидным. И он займёт у вас где-то, наверное, 15 минут. Для чего эту работу мы сегодня вам предлагаем? Чтобы вы, вот вы теперь знаете об этих фазах. Этот тест, он как раз отражает присутствие признаков или их отсутствие в вашей индивидуальной стрессовой картине. Вы будете отвечать на эти вопросы. Потом вместе с вами, каждый индивидуально, я ещё раз повторюсь, это потребуется средоточение, ну на 10-15 минут. После этого мы с вами вместе обработаем данные, там непросто их обработать. Поэтому я заранее хочу вас попросить, как только вы тест прошли, вы просто сидите и ждёте всех. Договорились? Чтобы я потом уже ввела инструкцию, как обрабатывать данные. После этого мы с вами обработаем эти данные, показатели. И я уже буду вам, ну какие-то комментарии давать. Итак, друзья, готовы? Готовы. Мы сейчас с вами останавливаемся на том, что есть. Вы с собой это берёте, мы вам ссылку даём, вы себя ещё раз перепроверить потом можете. И сейчас мы с вами смотрим, что обозначают данные цифры. Итак, симптомы. Если 9 и менее, это не сложившийся симптом, то есть он никак себя не проявляет. Если 10, от 10 до 15 складывающийся или формирующийся симптом и 16 и более сложившийся, имеет место быть. Я вижу, очень много радуются тому, что всё хорошо. Не сложившийся симптомы не сложившийся симптомы. Это по симптому, да, за каждый симптом? Да, да, это за каждый симптом. За строчку. То есть симптомы, это всё по строчке. Теперь, уважаемые участники, мы сейчас с вами обращаем внимание на фазы. Значит, фазы. Если, внимание, пожалуйста, 36 и менее. Фаза не сформирована. Ура! Да, по всем симптомам. Следующее. От 37 до 60. Фаза в стадии формирования. И далее, 61 и более баллов сформировавшаяся фаза. Очень хороший вопрос, отличный просто. Вот смотрите, с одной стороны вроде бы чёткая логика, да, то есть прослеживается, что один симптом является причиной развития какого-то другого. Но не всегда так именно происходит. Очень часто бывает, вот смотрите, вот приходят в группу люди, я уже говорю в учебную группу, именно на тренинг «Жизнь без стресса». Пришла одна девочка, вот пример просто яркий расскажу. У неё весь тест полный порядок. Но у неё именно по второй фазе неадекватное эмоциональное реагирование, показатель порядка там 90. И когда мы стали разбираться, с чем это связано, она стала рассказывать, что она чуть какой-то конфликт с руководством постоянно кидает заявление на стол. Это происходит приблизительно раз в две недели. Все уже говорят, все уже удивляются, когда этого не происходит раз в две недели. Безусловно, имеет место определённая причина такого реагирования. Понятная, наверное, ей самой. Ну или она всё-таки там со знаком вопроса пришла, откуда сей вот такая вот какая-то реакция у меня формируется. Поэтому смотрите, с одной стороны вроде бы здесь должна быть отражена логика, но иногда в индивидуальной стрессовой картине человека видно, что есть какой-то признак, он выходит на поверхность, есть определённая причина, в связи с которой он сформировался. И это может отражать какую-то деталь в картине, а в целом она может быть весьма спокойная. Если вот я уже сказала про группу, когда на группу приходят, ситуации, конечно же, разные. Бывает, человек приходит, он уже действительно приходит в состоянии, когда он видит, что у него наступило вот какое-то истощение, он приходит уже решать проблему восстановления. Иногда люди приходят с некой тревогой, что что-то не так, и они хотят профилактировать. Либо приходят с тем, чтобы изменить, как вот я пример привела вот этой вот девушке, изменить свой способ реакции на воздействие какого-то конкретного стрессового фактора. Теперь, и что же с этим делать? В общем, тренинг точно не посвящён волшебным таблеткам. Вообще, кто их обещает, не верим. Значит, что происходит и как строится работа? Вот много-много методов, методологий, сейчас просто, знаете, вот их правда много, которые позволят человеку, позволяют человеку профилактировать и выходить из состояния стресса. Но методология, методология и рознь, согласны? То есть, безусловно, нужно выбирать те методы из всего спектра представленных, которые именно тебе позволят решить какую-то ситуацию стрессовую в твоей жизни. Поэтому обычно работа строится следующим образом. Сначала, безусловно, проясняется картина. Кто с чем? Вот мы сейчас с вами бойко посмотрели, там не одна тестовая методика для того, чтобы понять, что за состояние, причины. И после этого начинают разбираться методологии, позволяющие профилактировать и выходить из стресса. Чтобы узнаете, как это не было традиционно, вот сейчас вот увидели картину, а всё остальное потом. Я, наверное, бы одну методологию вам подарила. Может быть, так не до конца я её разверну, но хотя бы вот скажу, что она существует, потому что это великолепный метод, который позволяет всё-таки профилактировать и работать со стрессом. Мы с вами проговорили о том, что стресс всегда связан с утечкой энергии. Причины потери энергии, опять же, разные. Очень много энергии человек теряет именно из-за неправильного эмоционального реагирования. То есть, когда эмоций много выходит, когда переживаний много, энергии человек теряет массу. Сейчас я вас попрошу сделать следующее. Подумайте, пожалуйста, вспомните, ну, за последний, например, период, там, я не знаю, ну, возьмите там полгода, три месяца, какие-нибудь ситуации, которые вас так вот травмировали, и вспомните, пожалуйста, и обозначьте себе, напишите свои реакции. То есть, какие это у вас вызвало чувства и эмоции. Чувства — это то, что внутри, эмоции — это то, что мы проявляем наружу. Вспомните, пожалуйста, и просто себе запишите. То есть, вот были какие-то ситуации, которые вас как-то травмировали, давили на вас. Что за состояние возникало? Итак, приведите, пожалуйста, примеры, у кого что пришло. То есть, какие типичные, например, вы видите ваши реакции. Кто готов не стесняться обозначить? Вообще, на самом деле, они во многом очень похожи. Кто может обозначить? Агрессия еще, обида, агрессия. Вот смотрите, спасибо вам огромное за то, что вы проговорили эту. Вот сейчас мы с вами обратимся к понятию биологических эмоций. Нам природа подарила их всего пять. А мы сейчас сколько обозначаем? Пять – это страх, это гнев, это радость, это любовь, это отвращение. Пять видов биологических эмоций. Вот смотрите, вот тоже хороший вопрос. Вот получается, что они некоторые, вот если мы говорим «любовь», вроде это чувство. А если мы говорим «страх», чувство, а гнев? Безусловно, каждое из этих чувств нам дано не случайно. Оно нам подарено для чего-то. Страх нас что делает? Защищает. Гнев мобилизует. Любовь, мы же люди, нас, собственно говоря, посылают в мир интегрироваться с другими людьми. Радость задает стимул к жизни. Отвращение интересно, для чего? Для того, чтобы человек выбирал свою группу. То есть мы все равно выбираем, наше, не наше. И за каждым чувством стоят гормоны, эндорфины, адреналин. Так вот смотрите, друзья, что мне очень хотелось бы до вас донести. Что период распада почему-то называется биологические чувства. Потому что период распада составляет пять минут. Возникла ситуация. Пять минут все, ее вроде бы нет. Но смотрите, что-то происходит дальше. То есть вот возникнув это чувство, и если к нему тут же начинает присоединяться определенное умозаключение наше про это, то начинает формироваться производное состояние, которое уже несет в себе смешение и чувство эмоций. Потому что что, например, такое обида? Да? Вот. Ну это же представляете? То есть возникла какая-то эмоция, где кто-то что-то сказал. Вот возникла эта реакция, тут же возникло некое умозаключение, которое в итоге сложилось в определенное производное, которое может уже называться обида. И самым-то опасным является что с точки зрения развития стресса? Не сами по себе эмоции. Не сами по себе вот эти вот, знаете, вот первые чувства, которые возникают, потому что раз и нет. А именно вот формирование этих производных состояний, которое начинает человека истощать. Потому что он находится в этих умозаключениях. И эту тему исследовал Дэвид Хоукинс. Может быть, вы знакомы с такой методологией, которая называется шкала сознания. Здесь она представлена кратко. Дэвид Хоукинс в своей книге «Сила против насилия». Он эту методологию описал. И, собственно говоря, что она собой представляет? Она представляет собой следующее. Он исследовал очень много поведения человека в социальной среде. Что с ним происходит в ситуациях, когда он попадает под влияние стресс-факторов? Вот то, что мы сейчас с вами проговорили. И он выявил, что вообще на самом деле состояния могут быть разные. Всего их 17. Вот эта вот стрелка, которая не очень внятна, но она показывает верх. То есть, получается, низшие уровни сознания он обозначил. Вот мы видим позор, вина, апатия, горе, страх, желание, гнев, гордость, храбрость. Нейтралитет. Я могу сказать, в чём он заключается. Когда человек живёт в некой парадигме, что у меня своя жизнь, у меня своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Давай друг друга просто уважать и оставлять право для точки зрения каждого. Готовность. Это некая направленность на постоянное повышение своего развития и своей эффективности. Принятие. У нас вся жизнь борьба. Происходит какое-то событие, у нас сразу же реакция, отрицание. Как принять всё то, что с нами происходит в жизни и так далее. Интеллект, любовь, радость, мир, просветление. То есть понятно, что когда мы говорим о просветлении мире, это, в общем, что-то... Я допустил вам только. Абсолютно верно. По исследованиям Холкинса, он, в общем-то, проводил их очень много и показал, что основную часть реакций человека составляют уровни, начиная горе, апатия, вина, апатия, горе, страх, желание, гнев, гордость. И считают, что только немногие переходят выше. Храбрость и так далее. Сейчас я поясню. То есть смотрите, какая очень интересная картина. Что такое прямо уровень сознания? Это как раз и есть уровень сознания. То есть это получается, это то, что сформировалось в твоей голове. Какая-то такая картинка, да, твоё умозаключение. Что-то происходит у тебя сразу, раз, это умозаключение. И оно на тебя каким образом начинает влиять? Оно тебя начинает вместо того, чтобы тебе помогать, да, в социальном плане проявляться, оно тебя начинает блокировать. И по сути его методология, она посвящена двум моментам. Первое, чёткому осознанию, на каком уровне реагирования ты находишься, на каком уровне сознания. И второе, а что с этим делать? То есть нужно очень чётко увидеть. У меня, например, был один молодой человек, который в страх. Он говорит, всё, я иду на работу всегда с тяжёлым сердцем. Всё, что связано с взаимодействием с вышестоящим руководством, у меня вызывает страх. Страх, страх, что меня не примут, страх, что меня там оценят как-то не так и так далее. И смотрите, если у него это просто вот такой вот укоренился уровень сознания, как вы считаете, в какой другой уровень ему нужно выдвигаться? Страх, да, абсолютно точно. Когда, получается, мы, условно говоря, диагностировали у себя какой-то вот этот вот уровень, на котором мы застряли, да, кто-то застревает на чувстве вины, просто застревает. Всё время, всё время виноватится, что бы ни произошло. То есть, соответственно, нужно понять, а что ты хочешь, ты на каком уровне сознания хочешь находиться. И я сейчас долго про эту методологию говорить не буду, потому что она очень глубокая по сути. Но вот именно на тренинге с человеком выстраивается вот та картинка, да, которой он хотел бы соответствовать. Картинка именно своего сознания. Итак, я могу сказать о той теме, о которой мы сегодня с вами говорили. По мнению психофизиологов, 80% населения находится в состоянии хронического стресса. Это не моё мнение, это статистика. Связано это с тем, что у нас очень насыщенная событиями жизнь, очень динамичная. И я всё больше вижу людей, которые находятся в вопросе, как, собственно говоря, всеми этими событиями управлять, быть удовлетворённым во всех сферах своей жизни. И это можно делать, если ты действительно находишься в той точке внутреннего баланса, в том состоянии быть, из которого тебе это будет подвластно. Поэтому для меня эта тема является некой вообще профилактикой. Это, собственно говоря, наработка компетенции стрессоустойчивости, которая нужна и необходима каждому человеку в жизни. Всё. Это по данной теме. Теперь несколько слов о других программах. Другие программы, они тоже носят такой психологический аспект глубокий. Я скажу о программе формирования уверенного поведения, которая вот находит очень большой отклик. Формирование уверенного поведения. Если мы говорим уверенность, уверенность — это некое качество, некое психологическое свойство человека, которое у него может проявляться в определённых сферах, не проявляться в определённых сферах. Может проявляться на определённом этапе жизни и не проявляться на другом этапе жизни. И очень, опять же, зависит от многих факторов. Чаще всего на этот тренинг приходят люди, которые испытывают неуверенность, как они это называют, и обозначают, где именно они испытывают неуверенность. Тренинг направлен на то, чтобы, знаете, вообще причин неуверенного поведения психологи разыскали 15. То есть, собственно говоря, исследовать, что это за причины, какие вообще могут причины сформировать вот такое неуверенное поведение человека в жизни. Но и, собственно говоря, опять же, освоению тех методов, таких очень адресных, которые позволят человеку себя чувствовать очень уверенно в данной сфере. Я приведу пример. На последней группе у меня был совершенно поразительный парень, который на меня произвёл впечатление, но я, наверное, буду его помнить очень долго. Этот парень с заиканием, которое носит вообще практически необратимую форму и связано с травмой при рождении. Этот парень пришёл на тренинг, будучи занимая уже управленческую должность, и пришёл с задачей выиграть ещё один конкурс на повышение в должности. Когда он это в группе обозначил, а вы представляете, когда человек обозначает заикание, я поняла, что парень всю свою жизнь идёт со страха, когда он написал, и он всё время в себе тренирует храбрость. И вот его задача была очень конкретная на тренинг, выиграть этот конкурс. Когда он мне написал перед Новым годом, что он его выиграл, я была просто счастлива. То есть его задача была выиграть конкурс. В итоге я могу сказать про эту программу, что она тренирует, так называемый сейчас есть термин, ассортивное поведение. Ассортивное поведение – это и есть уверенное поведение человека в социальной среде. Ещё есть программы управления эмоциями, кратко очень. Эта программа, она больше направлена на развитие эмоционального контроля. Вот как только хочется бросить заявление на стол, вот тут должна развиться. Замена произойти стереотипных реакций реагирования на другие реакции реагирования. Развитие самоконтроля. И, как правило, приходят люди, которым очень сложно сохранять самообладание и самоконтроль в каких-то конкретных, опять же, ситуациях социального взаимодействия. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы не сильно огорчены своими результатами. 50% понимания и осознания уже, как говорят, 50% решения любой проблемы. Продолжение следует...